80 участников, 17 различных классов и один трек с множеством трамплинов, подъемов, спусков и поворотов. Трасса «Казачий дозор» последний раз в этом сезоне принимает соревнования по мотокроссу. С 8 утра здесь не утихают моторы. Участники проверяют технику и отправляются на тренировочные заезды. Очень много глины. Приходится очень сильно держать мотоцикл, из-за чего забиваются руки. А так, в принципе, нормально. Трасса чуть-чуть грязная, конечно. Чуть-чуть можно ехать, да. Можно ехать, но я попытаюсь приехать сегодня вторым, потому что я обогнал Мартынова. Настроение мое, настроение это очень хорошее. Но я всегда на позитиве. Подобный расклад очень неплох. На треке нет пыли, а колеса хорошо цепляют влажный грунт. С возвращением всех участников в закрытый парк объявляется торжественное открытие заключительной гонки нынешнего сезона. В этот день мне хочется, чтобы у вас были хорошие старты, победные финиши. И самое главное, чтобы не было травм. Традиционным участником соревнований стала местная команда «Питбайк Россия», существующая на базе досугового центра «Юность». Ее спортсмены сражались за победу в восьми различных классах. Сегодня у нас 12 участников выступающих. Они едут в разных классах. Есть там три человека. Девочка у нас едет. Она едет и в «Питбайке», и в классе 85 детского мотокросса. То есть Иван Здоронок у нас сегодня в этот день. Ему исполнилось 17 лет. Он сегодня будет газовать, пытаться сделать себе подарок. С одним из спортсменов команды, Николаем Павловым, мы пообщались еще во время тренировочных заездов. Тогда юный мотоциклист, как и другие его коллеги, отметил, что трасса слишком грязная, но победить это не помешает. Казалось бы, ответ очень самоуверенный для 10-летнего спортсмена. Но Коля катается на «Питбайке» уже 7 лет. Поэтому в своем классе он стал одним из фаворитов, выиграв первый заезд. Я пошел в дальнем повороте, его немножко занесло. Я прошел ходом по упору и получилось обогнать. Какие ощущения от победы? Очень рад. Но еще будет второй заезд, самый главный. Как думаешь, получится снова всех обогнать? Постараюсь. Но во втором заезде главный соперник Николай Тимофей Серов обогнал нашего спортсмена. По итогам соревнований номер 72 взял второе место. Не повезло и другому нашему герою Степану Великанову, участнику класса опен-любителя. Спортсмен из Серпухова занял лишь девятую строчку. Но, кажется, в горке приехал он и вовсе не за победой. Дела не позволяют заниматься профессионально, но такие его выходные придают мне сил, расслабляют. Мне нравится. Вот мы уже вместе 8 лет с моим конем. Долгие годы соревнования по мотокроссу организовывает Видновское станичное казачье общество. Их штаб находится неподалеку от места соревнований. На конно-спортивной базе руководством Центрального казачьего войска видновчанам были вручены высокие награды. Благодарность от атамана, медали и даже знак отличия за заслуги перед Ленинским округом. Наше сообщество, оно некий несет симбиоз. Здесь и военно-патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения. Это и добровольная народная дружина. Большинство как раз наших спортсменов, в том числе, и участвуют как в мотокроссе, так и в гонках. Здесь, что называется, отдыхают душой. На этом мотосезон 2021 на трассе «Казачий дозор» можно считать закрытым. На сегодняшний день уже составлен новый гоночный календарь. Питбайки мотоцикла вернутся в деревню Горки 7 января 2022 года. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого?